Итак, мы начинаем наш вебинар. Называется он, у него долгое название, но если его произнести покороче, то будет, собственно, примерно вот так он выглядит, как я нарисовал здесь на доске. То есть чем профессия ретушера отличается от профессии обработчика цифровых фотографий. Но тут дело даже не в названии профессии, а, конечно, тема этого курса, она навеяна совершенно прикладной проблемой, которая, я думаю, у многих стоит. У нас есть специалисты, у нас есть два направления курсов по фотошопу второго уровня, правда? После того, как вроде бы люди закончили первый уровень введения, ну, основу фотошопа, дальше они, собственно, начинают размышлять, куда будем пойти дальше. Ну, часть идет на курсы, связанные там с графическим дизайном. Не все понимают, что это такое тоже, но во всяком случае там нет альтернативы, да, там нет, например, там компьютерный художник, да, и вот тогда можно было бы спрашивать себя, что, чем является. А дизайн, он и есть дизайн. А вот что касается обработки фотографии, вот там действительно есть два вот этих курса, правда? Один называется ретушь, второй называется, собственно, цифровое фото. Более того, там еще есть вторые уровни, то есть там много этих уровней, в общем, достаточно сложная история. И, конечно, я, поскольку в числе других преподавателей веду этот курс, я веду и тот, и другой, то, естественно, слушатели очень часто спрашивают, собственно, чем одно отличается от другого. И объяснить это, в общем, если говорить совсем честно, достаточно сложно, потому что в широком сознании, в общественном сознании это, в общем, примерно одно и то же. Что значит отретушировать фотографию? Это значит, ну, как-то ее улучшить, да, там, что-то с ней сделать, добавить, убавить. Что значит обработать цифровое фото? Да то же самое, собственно, обработать, чтобы что-то получилось. Но, тем не менее, разница все-таки между этими курсами есть и между этими двумя специальностями есть. Я долго, честно говоря, думал, с какой стороны подойти к объяснению того, в чем эта разница. И можно было бы, конечно, манипулировать какими-то разными терминами, наученными словами, там, некоторые действительно нюансы есть. Но я решил поступить по-другому. Я решил вам показывать картинки с тем, чтобы мы с вами вместе порассуждали, да, что является, собственно, ретушью. Ну, мы сейчас посмотрим картиночки и убедимся в том, что мы с вами одинаково понимаем, что такое ретушь, да, для начала. А потом мы посмотрим другие картинки, и которые, как я надеюсь, дадут нам лучшее понимание, что такое как раз то самое цифровое фото, о котором мы говорим. Итак, ну, это чудесная моя картинка, она нам, в общем, больше не нужна. Мы ее можем куда-нибудь убрать в сторону. Вот, например, сейчас я здесь что-нибудь в порядок приведу. Пользуясь тем, что у меня два монитора, я лишнее вытащу на второй монитор. Вот, например, вот фотография. Такая вот. Знаете, я сейчас выключу вам свет. Когда мы выключаем свет, мы видим, что фоточка – это довольно подшивая. Давайте называть вещи своими именами, правда? Фотка вообще никакая, то есть это совершенно проходная, случайная фотка. Ну, то есть она не случайная. Автор, видимо, хотел, да, сфотографировать вот это вот замечательное существо на крыше здания. И, в общем, ему это удалось, но особенно при ближайшем рассмотрении чудовищно выглядит, да, потому что шумы, потому что низкое качество изображения, да, потому что вот это вот у бедного автора. Знаете, что это такое, да? Это точки на матрице. Да, это пятна на матрице, я думаю, скорее всего. Пыль на матрице, и он там наверху тоже. Ну, может быть, сам мокрый снег, не знаю. Ну, в общем, похоже на пыль на матрице, неважно. Довольно странно все по цветам, по композиции, по проводам. И, собственно, убирание вот этого всего в нашем с вами сознании, согласитесь, есть ретушь, правда? То есть если нам приносят такую фотографию и говорят, слушай, сделай с ней что-нибудь, мы ее, что, ретушируем, правильно? Убираем вот эти вот детали, убираем провода, делаем цвет и так далее. То есть вполне традиционный такой, как сказать, набор действий. Согласны со мной, да? Ну, те, кто вот знает немножко про фотошоп, те, кто не знает, поверьте, что это ретуши есть, действительно, да? То есть именно так оно и называется. И, собственно, человек, который занимается вот этими фоточками, он занимается ровно этим. Или вот, например, фотография. Сейчас она откроется, это RAW, поэтому она откроется с помощью RAW-конвертера. RAW-конвертер – это такая как бы специальная программка, которая позволяет тоже обрабатывать фотографии. Если посмотреть на эту фотографию, здесь с цветом проблем меньше, конечно, да? И качество фотографии, очевидно, лучше, потому что здесь проработка деталей лучше, здесь все гораздо качественнее. Но это не означает, что это идеальная фотография, да? Потому что качество кожи можно обрабатывать, да? Добрый вечер. Качество кожи можно обрабатывать. Какие-то случайные, вот там, посторонние детали, которые оказываются на заднем плане. Вот эти вот блики, которые получаются из-за вспышки. То есть я сейчас вам перечисляю те вещи, которые должен видеть ретушер, да? И, собственно, которыми он будет заниматься. Возможно, здесь нужны еще какие-то, да, нюансы, связанные там с линией горизонта, с тем, что перспектива немножечко, да, вот здесь вот сходится, и тоже достаточно хорошо заметно. Очевидно, что здесь надо кадрировать, потому что на переднем плане вот эта странная вещь, она тоже мешает. Правда? То есть вот я сейчас перечисляю вам набор действий, который входит в понятие ретуш, да? То есть то, что вот, собственно, под этим подразумевается. Если мы это все сделаем, мы будем говорить, что мы отретушировали снимок. Вот еще один снимок. Я понимаю, что их довольно много, но я просто хотел бы, чтобы у вас возник вот как бы этот набор, комплекс представлений о том, чем занимается ретушер. Ничего фоточка? Ну, ничего, наверное, конечно, да? Ну, понятно, что она такая немножко синюшная, правда, с балансом белого здесь явно проблема. Понятно, что здесь вот это вот белое небо, да, в которое вот это молоко такое, да, в которое все уходит, это не очень хорошо. И здесь очевидный пересвет, и здесь вот надо что-то с этим делать, со всеми этими веточками. Ну, шумы, конечно, потому что снято тоже на не очень хороший фотоаппарат, видимо, да, и, в общем, картинка получилась не очень хорошая. То есть здесь надо цвет вытаскивать, да, композиционно это все решать, да, и так далее, и так далее. Еще у меня много разных картинок, я теперь их все, пожалуй, прямо так сразу оптом вам вывалю, чтобы вы видели их все у меня. Тут шесть картинок. В принципе, их можно еще и больше найти. Это все картинки разные, с разными особенностями, да. Вот милая собачка. Понятно, что ей надо ретушировать? Конечно, ей надо высветлять, ей надо делать глазки, правда, чтобы там все было видно, чтобы все не пропадало. Надо ей убирать всякие в помойке какие-то эти посторонние вещи, которые здесь лежат, резкость повышать, да. Ну, тут много каких-то лишних вещей. Надо это делать? Конечно, надо, если мы хотим, чтобы эта фотография выглядела мило и хорошо. Ну, тут с девушкой все понятно, да, портрет девушки как девушки, но, естественно, что в таком виде ей отдавать это нельзя, надо восстанавливать текстуру кожи, надо исправлять пятна. И это тоже, естественно, работа ретушера, даже в большей степени, чем все остальные фотографии. Да, вообще, я думаю, не ошибусь, если скажу, что многие думают, что ретушь – это прежде всего такая портретная работа над человеком, над портретом. Вот здесь вот, например, да, например, вот сделали фотографию, да, и нам говорят, сделайте, пожалуйста, из этой фотографии фотографию на обложку, например, или там на какой-нибудь постер. И уж понятно, что здесь надо делать. Надо убирать все провода, надо убирать всю вот эту дребедень, да, которая здесь есть. Здесь надо восстанавливать рисунок вот этих вот крестов, да, которые здесь отсутствуют. То есть, в общем, все вот это вот достаточно серьезно и очень кропотливо. Главное все это восстанавливать, восстанавливать, восстанавливать. Это картинка, которая иллюстрирует, что здесь можно повышать резкость, здесь явно ее не хватает, да. И используя такие инструменты, хорошо известные, там, шарпен, да, аншарп маск, ну, то есть умная резкость, то, что по-русски называется, и подобные инструменты, мы действительно можем восстанавливать картинку, делать ее качественнее, делать ее лучше, и она будет смотреться лучше. Причем я на курсах еще обращаю внимание, что если использовать этот инструмент, да, аншарп маск, то там ведь можно действовать гораздо хитрее, чем кажется на первый взгляд, потому что, вот смотрите, например, это просто, что называется, замечание в сторону, да. Вот мы увеличиваем резкость в размере, там, двух пикселей, да, то есть, ну, как бы очень такой мелкодетальный рисунок. Видно, наверное, да, как становится картинка порезче, видно, да? Она прям такая четче становится. Но можно, ну, я даже могу посильнее сделать, чтобы лучше был виден этот эффект. Да, вот так, собственно, вот было так, стало вот так, видите, как прорисовываются там эти детали, становятся такими прям очень четкими. Но есть в этом инструменте интересная другая особенность. Можно поставить этот параметр не вот такой маленький, а вот такой, например, глобальный. Оцените просто разницу, посмотрите. То есть видите, что происходит? Картинка тоже становится резче, но она становится резче вся. То есть, да, не только детали прорабатываются. Я немножко утрирую сейчас, да, чтобы вам просто было лучше видно. Я вот эти вот все настройки сделал побольше. А вообще, в принципе, это все делается, конечно, прям совсем чуть-чуть, прям практически вот неразличимым вот таким вот образом, да. Но я в данном случае обращаю ваше внимание, что то, что я вам сейчас показал и то, что делается в подобных ситуациях, это, конечно, тоже резкость, да, так называемая локальная и глобальная резкость, которую мы можем с вами улучшать в любой картинке, в любой фотографии. Или вот, например, кролик. Прекрасная штука, замечательный крол сидит, да, беленький в своем красном этом самом уголке. И вот, например, нам, нас попросили, сказали, слушай, нельзя ли этого кролика пересадить, например, на ладошку, да, или там посадить на арену цирка, на табуреточку. Да, что нам нужно сделать? Нам нужно, естественно, очень аккуратно выделить, да, и выделить всю вот эту шерсть, все эти волосы, вот этот, да, вот этот ворс весь, да, ужасная совершенно история. Но она была ужаснее, ну, выросло новое поколение людей, которые не знают, насколько это было ужасно. Раньше, там, лет 15 назад, 20, а то и больше, я-то уже в Photoshop, наверное, лет 30, да, около того. Раньше это все приходилось практически делать вручную, не было никаких инструментов. И только в версии в Photoshop, там, типа CS5, CS6, появились вот эти новые инструменты для обработки, создания, выделения более качественного, да, и это было просто феерия и умопомрачение, потому что все взволнованные ретушеры, обработчики, и те, и другие, звонили друг другу и радостно рассказывали, думал, ты слышал, ты видел, как это вообще все работает. То есть, действительно, фантастика, специальная кисточка, да, для того, чтобы работать с этими вот сложными выделениями. И оно и в современных, в этих новых версиях все это существует, да, есть там вот эти инструменты типа Select and Mask, да, и в этом инструменте Select and Mask есть вот специальный там инструмент, с помощью которых действительно можно обрабатывать вот эти вот сложные вещи, да. Я в данном случае просто вам саму идею рассказываю, да, понятно, что здесь вот есть разные настройки того, как это все показать, как это все сделать. И, в общем, это все работает достаточно мощно. Да, но я в данном случае говорю о другом, да, о том, что это все, все, что мы с вами сейчас делаем, и все вопросы, которые мы обсуждаем, в том числе вопросы качественного выделения, качественной, как сказать, пересадки, да, зверушек на другие там поверхности, да, это все вопросы, связанные действительно с редущей. Ну, и напоследок вот, да, просто пейзажная фотография, вроде бы неплохо сделанная, но у нее есть ряд характерных особенностей. В частности, здесь есть очень мощное виньетирование. Это не спецэффект фотографии, а это особенности объектива, с которым это снято. Виньетирование – это вот этот вот темный эффект по краям, да, вот, собственно, который не очень хороший, который, видите, в середине только нормальное качественное изображение. То есть, глядя сейчас, в общем, на все эти фотографии, я бы хотел, чтобы мы с вами констатировали это важное обстоятельство, что мы сейчас с вами говорили о ретуши, да, и о том, как улучшать фотографии. Соответственно, те слова, которые мы использовали, да, и те понятия, которые для нас здесь были важны – это все вопросы ретуши. И все эти фотографии, которые я вам сейчас показывал, фотографии, собственно, с курса ретуши. То есть, вот это буквально те примеры, да, на которых вот на курсе по ретуши я, во всяком случае, рассказываю какие-то особенности. И я хочу оговориться, что очень важно понимать, что у всех преподавателей немножко свои, естественно, да, и материалы, и своя база. Но я, естественно, как я веду этот вебинар, я показываю свои материалы, да, которые для нас актуальны. Но давайте посмотрим на другое, да, на другие картинки немножечко и обсудим, что это является, чем является эта фотография. Например, вот, смотрите, вот фотография. Это зонтик, снятый в студии, снятый в профессиональной, хорошей студии. В этом смысле у этого зонтика нет никаких абсолютно проблем. У него все в порядке с резкостью. Видите, вот все очень четко, все более чем четко, более чем... Ну, это потому что снято на профессиональную, очень качественную камеру. Здесь вот эти вот отцветы, да, они лежат именно там, где нужно. То есть, с ним все абсолютно в порядке. То есть, если ретушер придет и посмотрит на эту фотографию, то он, в общем, признаться, будет, в общем, озадачен, непонятно, что ему делать. Потому что здесь все, вот смотрите, там все вот здесь, сюда, здесь прям все четко. Видите, прям кожа даже видна, да, там все, в общем, все очень аккуратно. Но, тем не менее, согласитесь, что эта фотография, прям, скажем, далека от совершенства. И эту фотографию нужно подготовить к печати. То есть, нужно, очевидно, удалить какие-то вот эти ясно лишние места, правда? Потом, если мы говорим, например, о полиграфическом воспроизведении, а у меня есть тут курсы и по допечатной подготовке, да, то я вам могу... Денис Лукав улыбнулся, потому что, кажется, когда все перевалит за сотню, Денис ко мне придет, такие, на допечатную подготовку еще. Есть ему куда двигаться дальше. Так вот, да, специалисты по допечатной подготовке, они знают, что изображение, которое отправляется, например, в каталог. Мы же с вами встречаем такие вещи, да, фотография, около которой там написан текст на нейтральном белом фоне. Ее нужно отправлять не просто вот на некоем однородном фоне, а ее нужно обтравливать, да, есть такая операция, обтравки называется, для того, чтобы вокруг появлялась некая прозрачная область. Причем эта прозрачная область, она должна появляться определенным образом, с помощью определенных инструментов. И вот здесь я бы хотел, чтобы вы, что называется, почувствовали разницу. То, что я сейчас сказал, к ретуши не имеет никакого отношения. Потому что, еще раз повторю, да, с точки зрения ретуши этот зонтик прекрасен. Да, скадрируй, убери вот это вот лишнее, там, голубенькое замажь, и вот тебе прекрасная отретушированная фотография. Но еще раз повторю, да, эта фотография – пример неретушерской работы. Хочется так спросить, чего же теряемся мы в догадках. Сейчас посмотрим еще на картинки, да, и попробуем разобраться. Вот, например, еще одна милая картинка. Эта картинка находится в цветовом пространстве RGB. И тут, конечно, есть что поретушировать. Ну, то есть она вроде бы и неплохая картинка, но если к ней присмотреться, то мы увидим, что есть на ней шумы, правда? Ну, вполне такие отчетливые шумы. И с этими шумами нужно как-то бороться. Что должен, собственно, делать ретушер, если ему попадается такая картинка на глаза? Он должен, ну, собственно, что делать? Брать инструменты шума к давлению, правда? Мы же с вами знаем, что у нас есть там фильтры, типа фильтр noise, там, reduce noise, да, например. Чем не фильтр? И вот, смотрите, как приятно, да, получается, картинка удалена. Можно ли ретушера осуждать за то, что там что-то получилось, может быть, не совсем так, как он хотелось? Да нельзя, потому что задача ретуши решена в прямом смысле. Это действительно ретушер знает, да, что вот он, собственно, взял, были шумы, мы их удалили, да, нет шума. Чувствуйте разницу, разница здесь. Ну, да, но там некоторые потери в контурной резкости, но это, собственно, мы можем там взять инструмент тот же шаппинг, ну, ретушеры, если бы мы были, да, и этим бы работали. Но есть одна хитрость. Дело в том, что в разных цветовых пространствах, что такое цветовое пространство? Это РЖБ, СМИК, какие еще бывают цветовые пространства, знаете? Лаподист, ты знаешь, программист, а все тут даже. Вот, да, действительно, есть цветовое пространство ЛАП. Так вот, мы с вами должны знать, что в разных цветовых пространствах шумы ведут себя совершенно по-разному. И цветовое пространство ЛАП, собственно, как Денис, конечно, знает, характерно тем, что в нем присутствует отдельно канал яркости, правда, и два канала цветности. И, соответственно, если мы с вами увидим, что в фотографии шумы носят яркостной характер, то мы можем сделать следующую вещь. Мы переведем картинку из РЖБ в ЛАП, и в ЛАПе мы будем удалять шумы только в одном из каналов. Ну, что такое канал, это тоже понятно, да? Это вот те компоненты, из которых складывается изображение. То есть, если РЖБ, собственно, вот это вот Р, Ж и Б, это три канала. Если это СМИК, то там ЦИАН, МАДЖЕНС, желто-черный. В ЛАПе, это, соответственно, вот Лайтнес, А и Б канал. Но логичнее же убирать дефекты только в одном канале, два остальных, если они хорошие, если нормальные. Вопрос. Кто же этот человек, который знает о таких тонкостях, понимает эти вещи? Потому что, еще раз повторю, задача ретушора проще. Задача ретушора избавить картинку от этих шумов. И как же он должен называться тот человек, который догадывается обо всех этих вещах? Или вот еще, например, картинка. Вот у нас есть некое изображение. Очевидно, что здесь два участка, две части этого изображения должны обрабатываться по-разному, правда? Верхнюю часть, очевидно, ну, можно было бы немножечко затемнить, нижнюю часть можно было бы немножечко очевидно осветлить, правда? Ну, выровнять их немножечко. Красивый вид с моего балкона. Вот, знаете, я вот так вот каждый вечер выхожу и что-нибудь такое мне там показывают. Да, но это надо исправлять. Что должен знать ретушер? Ретушер должен знать, собственно, то, о чем мы сейчас поговорили, да, о том, что эту часть нужно затемнять, нижнюю часть нужно осветлять. И это правда, это так и нужно сделать. но возникает, но возникает вот какой интересный вопрос. Дело в том, что делать эту операцию можно разными средствами. Ну, что это значит? Я имею в виду, что мы можем сначала, допустим, взять там полигональное лассо, ну, грубо говоря, да, это все выделить, ну, понимаете, да, о чем идет речь, выделить и, собственно, приступать к этим самым манипуляциям. И действительно, мы это сделаем, потом мы можем сказать select, inverse, да, знаем мы с вами такую операцию, то есть выделить все кроме этого и начать таким образом действовать. Но вот вопрос, уверены ли мы, что это лучшие способы выделения и что делать, если, например, хотим работу начать, да, вот с этими участками изображения, а потом запустим завтра еще что-то еще новенькое сделать, да, а если мы захотим завтра сделать какой-то сложный дизайн на основе вот этого разграничения, какие еще существуют способы, да, вот как бы разделить это изображение на две части, и в зависимости от каких параметров мы будем выбирать этот способ. Кто тот человек, который нам подскажет, да, вот эти все дополнительные хитрости и способы. Друзья, ну, я думаю, что, в общем, у меня еще много примеров, на самом деле, припасено, в том числе и связанных с фотографиями. Вот, например, давайте вам еще один примерчик покажу. Вот фотография. Да, фотография, фотография, это раф, тоже понятная вполне совершенно история. И с точки зрения ретуши, опять же, в ней все в порядке, в ней все на своих местах. Что значит на своих местах? В ней все элементы нормального, правильного цвета, это снято на хороший, вполне себе профессиональный фотоаппарат, грубых ошибок нету, но тут есть много дефектов, которых совершенно не видно невооруженным глазом. Например, вот здесь, если присмотреться вот к этому, ну, здесь это не ярко выражено, бывают фотографии, где это выражено гораздо ярче, здесь есть вот такая вот штука. Видите, такой радужный ореольчик как бы, да, вот, находится на этой фотографии. Знаете, что это такое, как это называется, да? Это называется хроматическая аберрация. Хроматическая аберрация это дефект, который возникает, ну, преимущественно на периферической части кадра, да, ближе к краям, в зависимости от того, есть ли в оптике некоторые, так сказать, ну, особенности, так скажем, да? То есть, скажем, в оптике более низкокачественные хроматические аберрации сильнее, на контрастных изображениях они тоже сильнее, и хроматические аберрации это вещь, которая убирается с помощью специального инструмента, да, с помощью специальных тонкостей, и, собственно, вот здесь у нас этот инструмент присутствует. Относится ли это к ретуши? Да никак это не относится, потому что, еще раз повторю, ретушь, это то, что очевидно, вот то, что мы с вами делаем, правда, это очевидно, достаточно грубое и такие вот буквальные исправления изображения, а вот оценка, оценить, нужно ли здесь удалять вот эти хроматические аберрации, и поверьте, что хроматические аберрации это только одна, один дефект изображения, потому что помимо него существует всякого рода, вон они, дисторсии, да, всякого рода, вон винетирование, про которое я уже упоминал, и там куча-куча всего, да, и связанных с цветом, с резкостью, с размытием, и с огромным количеством всяких деталей, тонкостей. Так спрашивается, да, кто должен это все знать? И, друзья, чтобы вас не мучить больше интрига, я вам честно скажу, это все должен знать специалист по обработке цифровых фотографий. Вот, собственно, в чем разница. То есть, если это формулировать более четко, более точно, да, и, кстати, вот все те фотографии, которые я вам сейчас показывал, это фотографии с курса цифровое фото, на примере которых я показываю, да, вот эти все разные нюансы, разные примеры того, что и как можно делать. То есть, подытоживая, можно сказать так, что ретушер, это прежде всего фотограф, да, это человек, который чисто вот визуально оценивает картинку. Действительно, ведь на этот курс по ретуши часто идут именно фотографы, которым нужно, ну, там, там, свадебная съемка, там, портреты друзей, да, там, мало ли что тебе заказали, привести в порядок. Ретушер не интересует природа, да, не интересует природа этих эффектов ретушера, не интересует возможности более профессиональной обработки, да, потому что его конечный продукт это просто улучшенная фотка. Специалист по цифровому фото смотрит гораздо шире и гораздо глубже. Он понимает возможности тех или иных способов, он может выбирать способы, да, он может быть, он может выстраивать стратегию обработки изображения, подумать, да, что я, пожалуй, сейчас применю этот метод, потому что в дальнейшем, да, когда там у заказчика возникнет какой-то вопрос, я смогу применить такой-то способ, да, и потом в результате у меня останется там в исходе, я смогу работать. Вот в чем, собственно, разница. То есть специалист по цифровому фото это специалист более глобальный, более профессиональный. Это разные специальности. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что, конечно, ретушь, она входит в цифровое фото, правильно ли так сказать, да, и в этом смысле, если начинать двигаться вот по этим курсам в какую-то сторону, то, конечно, я бы рекомендовал сначала пойти на курс по ретуши, да, ну, то есть овладеть какими-то такими простыми прикладными науками, да, как действительно реально улучшать свои фотки. И если у вас есть какие-то амбиции, если вы хотите лучше понимать механизмы происходящие, да, то вот тогда, естественно, нужно изучать курс по цифровой фотографии, чтобы стать большим специалистом. Разница, ну, еще можно привести такую аналогию или такой пример, разница между ретушером и специалистом по цифровому фото примерно как между водителем, который вчера получил права, и человеком, который знает свою машину хорошо, да, ну, понятно, что водитель может довести до нужного места в конце концов, но когда, ну, вы же понимаете, о чем я говорю, да, когда случается какой-то сбой, он открывает мотор, да, и там куча вот этих проводов, он стоит и вызывает службу спасения, он вызывает, на самом деле, специалист по цифровому фото, да, который знает, что, куда двигаться, вот, такая вот, ну, может, утрированная немножко, да, но смысл именно такой, разница именно такая, и именно поэтому на курс по цифровому фото идут далеко не все, именно поэтому далеко не все понимают, в чем его смысл и зачем он нужен, потому что там действительно таких гораздо больше копания, да, я вам даже честно скажу, для людей таких вот далеких от, ну, как бы от этой специальности, курс по цифровому фото, он выглядит более скучно, потому что, знаете, вот копание в мелочах, там вот как бы расчет каких-то параметров, там установка каких-то вещей, которые для человека непрофессионально, просто непонятно, зачем это нужно, такое, знаете, часто, ну, не часто, но иногда такое случается, там на курсе даже по базовому фотошопу, встречается, наверное, смешная история, там, рассказываешь такую область выделения, а сидит какая-нибудь милая девочка, какой-нибудь милый мальчик, и так клопает глаз, говорит, а зачем мне выделять, я же вот, ну, я рисую картину, говорю, что выделять, что за выделить, что за странные, пунктирные, раздражающие меня штучки, ну, как человеку объяснить, зачем выделение, ну, за тем, что без него невозможно работать, да, и здесь похожая очень история, человек, который не понимает, как вот этой всей стратегии, которому она не нужна, эта стратегия, да, у него нету надобности двигаться, так сказать, глубоко в профессиональном плане, как его убедить, что нужно не просто там махнуть кисточкой, а вот ее сначала настроить, потом зафиксировать, потом запомнить, потом предварительно сделать там что-то еще, резервную копию, еще 25 операций, и только после этого нажимать на эту кнопочку, ну, скучно, да, и да, это оказывается довольно такой занудный курс, и он действительно не всем родится, но он очень здорово продвигается в профессиональном уровне. Понятна разница между ретушером и специалистом по цифровому фото? Вот, собственно, что я вам хотел рассказать. Если у вас есть вопросы, то я с удовольствием готов на них ответить. Я понял, что разница, ну, так в целом. Ретушер работает по слоям или как-то? Конечно, работает. А кто же ему запретит-то? Слои изучаются на первом уровне, да, поэтому слои области выделения – это азбука, это там так же, как инструменты типа штамп, да, там типа левелс. Эта азбука – это знают все их, и ретушеры, и цифровые фото, и дизайнеры графические. Конечно, обязательно. То есть без слоев в фотошопе – это просто не жизнь. Спросите, а у меня у вас вопрос, так сказать, касающийся производственной жизни. Мне говорят, вот ты получишь ретушера фото, с ним все будет в порядке, ты его назначишь в твик, и давай, публикация. Ага. Я его в твик, он теряет половину твенности, заказчик говорит, что это на что похоже? Ты испортил все фото, я говорю, а он мне в ржеве, да еще и не в том ржеве отдал. О, да. А ретушер на это говорит, что у него перчатки белые. И что он ретушер, а не какой-то там… Да, что он отдавать, это не его дело, это вот ты давай, а потом выказки, после него, у меня ждали, сколько, Вопрос, вы с этим сталкивались? И как с этим бороться? К счастью, вот буквально вот в такой форме я не сталкивался, хотя, конечно, я довольно часто сталкивался с ситуациями, когда ретушер не совсем понимает свою миссию, да, то есть когда вот он действительно наполовину закончил свою работу, бросил, и я вижу, что тут явно еще надо что-то делать, дорабатывать, а он говорит, да ладно, да что, классный снимок. Так и заказчики такие делают, да, они говорят, вот у меня на экране, вот у тебя хорошая картинка, вот давай, вот ее прямо, вот давай сейчас мы и напечатаем. И объяснять ему, что это РЖБ, а там ЦМИК, и что это принтер, и что это все, где-то себе дороже будет, да, и честно говоря, я не думаю, что здесь какой-то один хороший радикальный способ борьбы с такого рода проблемой. Здесь вопрос, на самом деле, в должностных обязанностях. Вот если на производстве, у меня была такая похожая история, не такая буквально, но похожая, когда я пришел в одну достаточно крупную компанию, и несколько недель нас начальник мучил написанием должностной инструкции. Я потом понял, зачем он это делал, он был прав, чтобы вот этого как раз не было, да, чтобы он понимал, что понимается под тем или иным словом. И он нудно сидел за плечом и требовал, чтобы мы записывали, вот что мы делаем, да, какие вот наши обязанности, чтобы понимать зону ответственности, да, чтобы понимать, кто за что отвечает. Но, к сожалению, вот то, что вы говорите, это, к сожалению, бывает на производстве, да, и это очень печальная история. Здесь только объяснять, доказывать, каких... У меня даже случается так вот, когда вы говорили, что кадрирование входит подвязанность перед ушелом. Он с кадрированием, но при этом может выразить две-третьих. Да, ну вот в том числе, вот лучше таким не задавать. Вы знаете, у меня была вот с другой стороны, ну не похожая история, но немножко из другой области, но такого типа. Я работал копирайтером, ну так у меня вдруг однажды, я подумал, что еще дизайнер-дизайнер, пойду копирайтером работать. У меня такое в жизни случается. Поэтому, собственно, я веду здесь 35 курсов, потому что меня носило в разные области. Так вот, я работал копирайтером в одном крупном издательском комплексе. Ускали много журналов. А задача копирайтера, это что такое? Он же придумывает. Он как бы придумывает там слоган, там делу время, потехе час, здесь часики, здесь саблоко, хопа, так вот пополам, красиво, клево, стрелочка, там внизу подпишись на наш журнал, допустим. Я это все придумываю, карандашиком набрасываю, отдаю в дизайнерский отдел, и они чудовищно делают картинки. Потому что, как я потом узнал, спустя там несколько месяцев работы, политика компании была такая, что под словом дизайнер, они понимали человека, который даже рисовать не умеет. Это вот тот тип того ретушера, который просто из клепарта, это было для меня чудовищно, он из клепарта берет яблоко, он из клепарта берет часы, он сам ничего не может корявыми ручонками сделать. Он коряво рисует тень, он рисует, значит, шрифтом ареал, значит, эту надпись, кладет в фотошопе, прости господи, вот эту стандартную тенюшку, за что я всех на курсах ругаю, дроп шеду, вот этот эффект, еще обводку тошнотворное делает. И говорит, вот дизайн, правильно я все сделал? Ну, как ему сказать, что он неправ, что он неправильно все сделал? Я просто потом начал сам делать, просто других вариантов я не видел. И здесь в этом смысле похожая история, то есть люди, которые не соответствуют той, у нас разные с ними, у вас с ними разные понимания о том, что они должны делать. И это надо их или учить, что себе дороже, ну, или плевать на гордость и все за них переделывать. К сожалению, это неприятная ситуация, очень печально. Ольга спрашивает, а подготовка изображений к печати, он о чем? Это перекликает с обработкой фото? С обработкой фото, Ольга, это перекликается очень мало. Допечатная подготовка это отдельный курс из восьми занятий, просто были понятны масштабы бедствия. И за эти восемь занятий фактически я объясняю, ох, я чувствую, Денис пойдет на печатную подготовку, его это уже заинтригало. И это курс только о том, как, вот собственно, то, что мы сегодня говорили, из РЖБ получить нормальную картинку в ЦМИКе. Причем мы же с вами понимаем, что она бывает растровая, если в фотошопе, она может быть векторная. И там есть огромное количество нюансов, связанных именно с технологией печати, с компенсацией дефектов, с исправлением всяких особенностей полиграфических. И, в общем, этот курс вот именно об этом. То есть с обработкой фото это перекликается, ну, там, на 3-5 процентов, чуть-чуть. Это совершенно отдельные навыки. Вот, отдельная, совершенно очень сложная история. PDF, ну, затрагивается в том смысле, что PDF – это тот формат, которым надо сдавать в типографию. И, конечно, рассматриваются разные приемы, да, варианты и настройки этого самого PDF, да, как, куда это все выгонять, выводить. И там, если вы спрашиваете, я думаю, вы понимаете уже некоторые тонкости, да, что там рассматривается не только PDF, но и вывод в формат постскрипт. И там рассматриваются всякие нюансы, связанные с размерами там обсетного зерна и с линиатурой. Ну, то есть там много, в общем, чего рассматривается того, что касается именно печатников. И я вам честно могу сказать, что много на свете, к сожалению, ходят дизайнеров, которые про это ничего не знают. А это печально, потому что они отдают макеты в типографию, в типографию, там чертыхаются, конечно, их исправляют, но цвета все уходят, все получается не то, как надо. К дизайнерам, то есть к этим нелепым предъявляются претензии, да, что, мол, детка, чего вы нам понаделали, а просто потому что они не знали, что имеется в виду. Так что курс очень хороший, очень полезный. Могу всем от души порекомендовать его. Кроме этого, кроме таких вот, собственно, рекомендаций разных курсов, конечно, как вы знаете, существует в специалисте достаточно большая линейка курсов и форма обучения, главное, да, открытое обучение и очно-заочное обучение, и непосредственно очное. Вот, и все это, собственно, к нашим услугам, друзья. Если вопросы есть, то давайте еще вопросы. Да, я как девочка, которая отражает область выделения, вот из какого-то курса, когда есть график, похожий на какую-то страшную осциллограмму, отражающую меня, если это касается цвета, если я просто беру image, adjustment, там дальше я делаю с цветом, из какого-то курса, вот эти графики, мне кажется... Сейчас я вам покажу, сейчас я вам покажу его, сейчас я вам покажу этот страшный график, вы его наверняка узнаете. Так, это наша картинка, а то, что вы говорите, это здесь вот находится, вот эта вот штучка. Узнаете ее? Страшно? Это гистограмма. Гистограмма, конечно. Гистограмма – это краеугольный камень, знаете ли, и это без него просто вообще никуда, поэтому гистограмма рассматривается на курсе, ну, во-первых, на фотошопе на первом уровне. Лично я про гистограмму рассказываю. Ну, как про гистограмму не рассказывать, это святое. На курсах по фотографии, ну, это уже другая история, но тем не менее она там присутствует, потому что без нее непонятно, как фотографировать. Конечно, на курсах и по цифровому фото, и по редче. Ну, лично, понимаете, я, поскольку фотограф и дизайнер одновременно, я рассказываю о том, что лично, то есть в рамках, естественно, программы, все естественно, но я стараюсь еще рассказать о том, что лично я считаю важным, как для своей профессиональной работы. Поэтому без гистограммы дело не обойдется. Но я надеюсь, что я рассказываю таким образом, что она и страшна, становится все понятна на самом деле. Там есть определенная логика, определенные закономерности, но вообще про гистограмму и про вот эти вот кривые на цифровом фото больше, чем в редче. Потому что, опять же, ретушу, ну что ему, смотрит там, взял, подергал, оно и получилось. А вот понимать, что вот это за страшные пики, и главное, как ими управлять. И тут же есть еще, между прочим, вот куча всяких вот этих дополнительных штуковин, как вот в этом всем разбираться, это цифровое фото как раз. Вот. Ну что, друзья, ага. Вы как раз перед вами, вот вы снимали на блоге. Да. Вы снимали, у вас это куда-то понадобили? Нет, это я снимал на видеокарте. Непосредственно, да. Простите, еще один вопрос. Ага. Как раз с цветом ретушера и цвет коррекции. Ага. Если там все синий и цвет зеленый, как вакуариваю, здесь понятно. Как вы сказали, подергал там, выгодный вакуариваю, выгодный вакуариваю. Ну да. А реально вопрос цвет коррекции в какой-то мере ложится на ретушера или это все-таки обработка? Тут вот какая история. Цвет коррекции – цвет коррекции рознь. Если речь идет о том, что нужно сделать какие-то грубые достаточные исправления, да, вот там какие-то дефекты, то это прежде всего, конечно, ретушь. Если речь идет о тонком анализе изображения, да, о понимании, например, ну смотришь на картинку, черт его знает, ну вроде ничего, да, а что там нужно добавить. И о методах, которыми можно, с одной стороны, проанализировать, а с другой стороны, исправить вот это, маленькое, малозаметное какое-то искажение, то есть умение профессионально видеть. Это все, конечно, цифровое фото. И на этом цифровом фото, да, там вот я могу показать еще одну картинку из тех, которые у меня есть, например. вот картинка. Вот картинка. Казалось бы, картинка, сейчас я все закрываю, чтобы она не мешалась. Казалось бы, картинка как картинка, и нет в ней ничего катастрофического. Но, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но если, вот в этой картинке, я просто заранее могу сказать, если в этой, в синем канале, вот в этом, в синем канале, произвести кое-какие операции наложения канала как бы по яркости самого на себя, то можно увидеть потрясающуюся картинку, как в этой картине все выравнивается. То есть для того, чтобы это сделать, во-первых, нужно диагностировать эту проблему, да, а во-вторых, собственно, до этого добраться. Вот это все цифровое фото. Да. Ретушеры просто так поистине не докапываются. Ретушеры, в общем, довольно грубо в общем работают, да, такие очевидные, простые какие-то вещи. Ретушеры, скорее, могут сделать, там, приносят фотку скучную, да, и говорят, сделай поярче. Вот они могут в свадебную, там, в золотистые тонна, чтобы там облака, чтобы солнце. Вот это ретушеры жахнут. И, прости, господи, я люблю ретушеров, и сам в каком-то смысле ретушер. Да, но они это делают с легкостью, даже не задумываясь о том, что там, какая-то физика под этим лежит, да. А специалист по цифровому фото, он это все гораздо тоньше чувствует. Специалист по цифровому фото знает, что такое памятные цвета, например, он знает, что у людей разные там национальности, разные расы, разного возраста, в разных условиях освещенности. Тона кожи имеет совершенно конкретные значения по РЖБ. Он может покопаться, найти так специальную таблицу, называется таблица памятных цветов, да, и по этой таблице, сличаясь, он может, например, точности установить, да ладно, что кожа, например, принесли фотографию золотого украшения. Вопрос, это правильный цвет золота, да, или неправильный цвет золота. Он лезет, он смотрит, ему говорят, это золото 96-й пробы, значит, соответственно, он лезет в специальную справочную таблицу, ему говорят, что золото 96-й пробы при нормальных условиях освещенности имеет по РЖБ значение столько-то, столько-то, столько-то. И он пипеточкой лезет, он находит, да, вот это среднее значение. Ну, то есть, вот это вот все по цифровому фото. Ретушер, это все, будет страшным стене приснится такие вещи. А у вас курс это именно цифровое фото или специалист по обработке? Нет, мы говорим сейчас о курсе цифровое фото. Специалист по обработке, это же трек, так называемый, то есть там несколько курсов надо закончить, да, но в данном случае, вот почему я вообще сейчас этот вебинар устроил таким образом, потому что, собственно, сейчас, да, вот стартует на днях курс по цифровому фото, просто чтобы объяснить, да, кому это надо, а кому это не надо, я вот это все и не рассказываю. Вот. Еще вопрос, вопрос по перепечатке подготовки. Ага. Звучал, но я вам что-то послышала, он касается только подготовки фотографии? Нет, 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 любого макета, любого, всего, что печатается. Листовка, буклет, все, да, да, это все, да, то есть все, что печатается, включая просто постер, включая этикетку текстовую, да, или там в иллюстраторе сделанное, это все для печатной подготовки. И на разных способах печати и визитки, да, какой-то, который делал там шелкографии, и оффсет, и цифру там, ну, то есть все абсолютно. Он в этом смысле, почему он большой, потому что там очень много этих нюансов, таких тонкостей, которые просто нигде, больше никак. про допечатную подготовку. Это курс, который, первый его уровень, это изучение Photoshop, иллюстратор, иллюстратор, иллюстратор. Да, ну и хотя бы немножко все надо знать, ну, более-менее на среднем. Между чем и чем? Иллюстратор? Ну, разница серьезная, конечно, все-таки разные программы, совершенно разные задачи, да. А еще, вы не можете сказать, ну, скажи, несколько курсов, название, такие все. Вы знаете, я думаю, разумно будет, можно пойти на сайт специалист, там нажать Красновский, то есть все курсы по фотографии, по рисунку, по живописи, по дизайну, по дизайну рекламы, по визуальным коммуникациям, все Photoshop, иллюстраторы, собственно, ин-дизайны, скетчинг, ну, в общем, там много получается всего. Простите, еще мне просто надо определиться, как управление, дизайна, чеша. Задача следующая. Я сделаю, в общем-то, достойную съемку в исторических музеях с дизайнерскими шмотами. Это должно пойти в каталог. Так. То есть, проще говоря, на применение кучфитов, при съемках, а вот детали, или золотое, или серебряное плетение на кубке, там, или где-то, должно остаться именно таким, каким он потребитель, его увидит потом в зеркалке вещь. То есть, а мы вот с этим сталкиваемся, надо собрать все вместе. То есть, фото, которое получено в условиях съемки на объекте в применении кучфита, но при этом вещь должна оставлять впечатление ровно такой же, как в упаковке. То есть, это цифровое фото? Ну, пожалуй, что да. Это более сложная задача, и поэтому это цифровое фото, да. Ну что же, наше время истекло. На этом мы с вами можем остановиться. Субтитры создавал DimaTorzok